От шести лет и старше сдать нормативы ГТО под силу и взрослому ребенку. Чаще всего на фестиваль «Готов к труду и обороне» приходят с семьями. Юлия Павлова с дочерью Кирой уже не в первый раз принимает участие в спортивных состязаниях. Очень нравится организация, очень нравится то, что здесь много детей, много взрослых, и все приобщены к спорту, и развиваются ценности здорового образа жизни и спортивных интересов. Среди упражнений наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа на спине, подтягивания из виза на перекладине, рывок гири, прыжок в длину, бег на разные дистанции и многое другое. Есть обязательные испытания, а есть по выбору. Всего 18 ступеней в соответствии с полом и возрастом. Конечно, ГТО – это своеобразный такой экзамен, и тот человек, который выполняет норматив ГТО, он однозначно занимается физической культурой и спортом, потому что он обязан быть сильным, быстрым и гибким. Так что в рамках этих фестивалей люди как раз и доказывают ту свою приверженность к физкультуре и спорту, к которой они, соответственно, тянутся. Регулярно на фестивале «Готов к труду и обороне» регистрируется около 200 участников. Чтобы больше людей смогли проявить силу, гибкость и выносливость, фестивали ГТО с этого года стали проводить чаще. А летом в парке Гагарина каждые выходные будет работать стационарная площадка. Для участия в испытаниях необходимо заранее зарегистрироваться и предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний. Хочу обратиться к всему населению, чтобы как можно больше приобщались с ценностями здорового образа жизни и к спорту. Также участвовали как можно больше людей в этих фестивалях различных, которые организовываются у нас на территории городского округа Самары. Не только марафоны или катетические забеги, но и в этих городских фестивалях. Чтобы как можно больше людей, взрослые, показывали своим примером детям, что можно заниматься, что нужно заниматься этим видом деятельности. И укрепляли здоровье, подтягивались к нашему движению ГТО. Победителям фестиваля традиционно вручают золотые, серебряные или бронзовые значки «Готов к труду и обороне». Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.